Добрый вечер! Это Энергия Удачи! В нашей студии сегодня вторая тройка участников. Каждую неделю мы выявляем одного из лучших участников, затем они встречаются в финале проекта Энергия Удачи, который у нас в завершении каждого месяца. В августе был лучший победитель, соответственно, и в сентябре будет один из лучших участников проекта Энергия Удачи. Торговый дом Энергия на протяжении 15 лет. Этот проект, собственно, и выпускает в эфир для того, чтобы наши участники и зрители могли проверить свои знания, и не только знания. А сегодня мы вас познакомим с новыми тремя участниками, так что остановитесь на Красном, не проезжайте мимо проспект Санкебаба, ТР-72, Красный торговый дом Энергия. Это игровой шоу Энергия Удачи. Спасибо, что в воскресенье вы вместе с нами. И под аплодисменты громкие, я уже смотрю на них, мы приветствуем вторую тройку участников проекта Энергия Удачи. Ну, а вы позже можете после каникул поаплодировать себе. Давайте знакомиться с вами. Расскажите, как прошла первая у вас плодотворная школьная неделя. Добрый вечер. Меня зовут Жайда. Так, Жайда? 12 лет. Очень приятно. Чем вы занимались на каникулах? Давайте вернемся. Я гуляла с семьей и летала в Турцию. Так, слушайте, в прошлой программе у нас летали в Турцию. Молодцы. А как прошла первая неделя школьная? Довольно хорошо. А вот скажите, вам какой предмет в школе больше нравится? Думаю, математика. Математика. Вы хотели пойти в школу или все-таки не было желания, честно? Я хотела. Добрый вечер. Здравствуйте, меня зовут Тамирис, мне 12 лет. Тамирис, скажи, ну как неделя-то школьная прошла? Тяжело было рано вставать, идти? Тяжело. Тяжело? Честно. А любите вообще сходить в школу? Да. А скажите, есть любимый предмет? Да. Какой? Казахский. Казахский, здорово. Математику любите? А физик? Нет. А физики еще нет, да, у вас, наверное? И наш третий участник сегодня джентльмен, нас с тобой двое в кадре, остальные все за кадром, Данияр, Влад. Вот, расскажи о себе. Здравствуйте, я Аль Мансур, мне 12 лет, мне давно исполнилось. Так. Аль Мансур, что любишь делать? Я люблю, я увлекаюсь историей, географией. Интеллектуал. Хоть у меня еще ее и нет, но я уже увлекаюсь географией. Молодец, сам занимаешься или кто-то подсказывает там, да? Аль Мансур, скажи, пожалуйста, а как первая школьная неделя, хотел сказать, рабочая? Ну, рабочая, вы работали, трудились интеллектуально, как прошло? Вот география понравилась, очень. Итак, друзья, впереди 4 раунда, в каждом раунде своя тема. Отвечайте на вопрос, нажимайте на кнопочку, например, давайте порепетируем. Какого цвета елка? Кто первый нажмет? Зеленая. Зеленая, первый был Аль Мансур. Видите, здесь должна скорость быть еще. Важна. Отвечаете правильно, получаете денежный приз. Если неверно, второй раз отвечать нельзя. Например, Аль Мансур первый нажал и сказал, елка, значит, вам повторять нельзя это. Если он неверно ответил, значит, второй раз он ответить не может. Тот участник по итогам 4 раундов, кто набирает наибольшее количество правильных ответов, проходит, возможно, финал. Перед финалом у нас будет полуфинал, где 3 конверта, в каждом из них вопрос. Верно отвечаете, попадаете в финал. Но только один. Условия понятны? Готовы? Да. Давайте узнаем, какой первый раунд сегодня у нас 11 сентября 2022 года. Внимание. Эта тема у нас впервые называется «Алфавитные загадки». Имейте в виду, тут несколько вопросов. Например, какая первая буква алфавита? А. Это не считается. Не считается за правильный ответ. Да. Соответственно, первый вопрос будет на букву «А». Дальше, в ответ, вернее, на букву «А». Это вам подсказки даем такую. Второй вопрос будет на букву «Б». Третий вопрос будет на букву «В». И так далее. А, Б, В, Г, Д, И, Е, Ж, З. Вы поняли, да? Алфавит же знаете? Ну, понятно, как в седьмом классе уже учитесь. Готовы? Итак, карапуз в полосочку – это? Арбуз. Верно. Первая у нас отвечает? Тамерис. Тамерис. Отлично. Кричит, орёт, никому спать спокойно не даёт. Что у нас будет по утрам? Петух. Петух? Нет. Имейте в виду, на букву «Б». Будильник. Будильник, верно. Крутит, вертит, в небеса метит. На букву «В». Вертолёт. Верно. Стоят, не обижают, а всех их толкают. На букву «Д». Дверь. Верно. Что за девушка? Сам шить не умеет, а ходит на рядах из иголок. На букву «Е». Ёжик. Ёжик, верно. В золотом клубочке прячется дубочек. На букву «Ж». Жёлудь. Молодец, жёлудь. Если свернуть, то будет клин, а если развернуть, то блин. На букву «З». Зонт. Верно. Всем одежду подарила, а сама ходит. В чём мать родила? На букву «И». Иголка. Верно. Раскалённая стрела дерево спилила у города. На букву «М». А, Б, В, Г, Д. Молния. Молния, молодец, да. Ну что ж, интересно было. Первый раунд подошёл к концу, я сам аплодирую, радуюсь за вас, потому что вы улыбаетесь. Поаплодируйте себе, друзья. Это здорово. Ну что, Аль Мацур, как думаешь, кто сегодня у нас впереди? По итогам первого раунда? Ну, прежде всего, Жайда. Жайна? Жайда. Жайда. Давайте мы спросим у Айсана. Она всё-таки подсчитывала и знает точно, сколько кто заработал в первом раунде. Пожалуйста. По итогам первого раунда у нас лидирует Тамирис с выигрышем 2500 тенге. Тамирис, поздравляем вас. Это пока первый раунд. А дальше у нас идёт Жайда с выигрышем 1500 тенге. 1500 тенге у Жайды и у Аль Мансура 500 тенге. 500 тенге у Аль Мансура. Молодец, всё равно. Ну что ж, есть предположение, какая тема будет второго раунда? Животные. Животные. Природа. Природа. Вода. Вода. Не будем гадать, скажем ура второму раунду. Да, и все так улыбаются и за кадром обсуждают. Это математический раунд. Как с математикой дела? Плохо. Плохо? Хорошо, что Тамирис признаётся сразу. Плохо. Ну, надеемся, ответим на вопросы. Итак. 7 умножить на 8. 56. Верно. Нажимай на кнопку. 56. Правильно. 9 умножить на 6. 54. Верно. Чему равна третья суток? Треть суток равна? 9. Нет. 6. Нет. Сколько? 8. 8. Верно. Чему равна шестая часть суток? 4. Верно, часам. На какое число невозможно делить? 0. Верно. Как называют числа, которые складывают? Сладаем. Верно. Как называют числа, которые умножают? Множить. Верно. Множить или увереннее говорите. Сколько месяцев в году содержит по 30 дней? 11. Верно. 11, кроме февраля. Молодец. Фигура, имеющая три стороны и три вершины, называется? Преугольник. Верно. Прямоугольник с равными сторонами называется? Квадрат. Верно. Как называется фигура, у которой три и более углов? Угол. Нет. Как называется фигура, у которой три и более углов? Пятиугольник. Нет, многоугольник. Какое число делится на все числа без остатка? 1. Нет. 0. Верно, 0. Пара лошадей пробежала 30 километров. Сколько километров пробежала каждая лошадь? 30. Верно, 30. Наименьшее натуральное число это? 1. Верно. Периметр квадрата 20 сантиметров. Чему равна его площадь? 25. Верно, 25. Результат деления называется? Значение частного. Верно. Сколько существует цифр? Бесконечность. Нет. А, нет. Сколько цифр существует? 10. Верно, 10. Как называется число, из которого вычитают? Вычитаем. Нет. Неверно. Все, ответить не можете. Как называется число, из которого вычитают? Уменьшитель. Верно, уменьшительно. Ограниченная часть прямой называется? Отрезок. Верно. Ну, слушайте, ребята, математика это просто у вас, оказывается, такие тихонеч стояли и говорили, вот, у вас ничего не получается. Вы молодцы, я хочу поаплазировать лично вам. Это было действительно жарко. Итак, итоги второго раунда. По итогам второго раунда у нас лидирует Али Мансур. Али Мансур на первом месте по итогам второго раунда. С выигрышем 4,5 тысячи тенге. Да, так что вы уже по итогам второго раунда почти 5, да, заработали? 5 тысяч тенге. На втором месте у нас Тамирис с выигрышем 2,5 тысячи тенге. И на крайнем у нас Жайда с выигрышем 1,5 тысячи тенге. 1,5 тысячи тенге. Это итоги второго раунда. Ну, а мы переходим к третьему? Да. Сегодня вы интересны. Интересные у нас темы раунда. Внимание. Тик-ток. Вы снимаете тик-ток? Вот такая тема у нас. Да. Да? А что обычно? Нет, не снимаете? Жайда, почему? Я его просто смотрю. Просто смотрю. Ну, сами стесняетесь или что? Не интересно. Не интересно. А вам? Тамирис? Интересно. Интересно. За всю историю проекта «Энергия. Удача» это впервые такое. Вы будете первооткрывателями. Несмотря на то, что вы вторая тройка игроков сентяберских проектов «Энергия. Удачи». Итак, как называется непрекращающаяся подборка видео от пользователей, на которых вы подписаны? Лента. Верно. Подпись под видео, где герои играют роль в видео, называется? Видеоигра? Нет. Роу. Знаете ли? Нет. Вот. Как называется тип видео, где надо постараться попасть губами под звук? Каралоки? Нет. Разговорные? Липсинг. Я даже не знал. Как называется популярность видео, которую обязательно должен повторить каждый? Тренд. Тренд. Верно. Какое основное время у ролика в ТикТоке? За секунду. Верно. Что будет проверять каждый ТикТокер? Подписки. Верно. Что может понадобиться для хорошего освещения на ролике? Свет. Верно. Если вам понравился ролик, то если вместе с ним снять свой ролик, это называется сделать что? Дуэт. Дуэт. Верно. Что надо получить в ТикТоке, чтобы начать зарабатывать? Подписку. Галочку, нет. Подписки. Рекламное предложение. Что пишут злобные хейтеры? Плохие комментарии. Плохие комментарии. Комментарии. Верно. Вот такие вот друзья. Оказывается, вы не только в математику хорошо, но и ТикТок. Ну, а теперь Аль-Мансуру обращусь. Как думаете, уважаемый джентльмен, кто у нас из участниц будет впереди? А может быть из участников? Тамерис. Так. Тамерис. Жайда говорит, что Тамерис. Тамерис, что скажете? Жайда. Жайда, Жайда, что вы скажете? А вы подруги, да, получаете? Да. Давно поддружите? Нет. Нет. Итак, итоги третьего раунда. По итогам третьего раунда у нас Тамерис и Аль-Мансур с выигрышем полторы тысячи тенген. Полторы тысячи тенген на одной волне. И на третьем месте, молодцы, что аплодируете, у нас Жайда. Жайда, все прекрасно, вы красивые все, умные ребята. Переходим к четвертому раунду, почти к полуфиналу. Внимание. Тема природы. Любите природу? Любите отдыхать на природе? Да. Тогда начинаем. Что случится с пчелой после того, как она ужалит? Смерть. Верно. Можно ли сказать, что птица это животное? Да. Можно. Растет ли дерево зимой? Да. Верно, была первая у нас Тамерис. Итак, кто над нами верх ногами? Ледущая мышь. Нет. Муха, оказывается. В золотой клубочек спрятится дубочек. Желудь. Желудь, верно. Как называется птица с большим мешком под клювом? Пеликан. Верно. Кто прячет дерево над землей? Что? Что прячет? Да. Что прячет дерево в земле? Корни. Корни. Считаем. Кто собирает яблоки спиной? Ёжик. Верно. Кто был первый? Тамерис. Тамерис. Пингвин, птица или нет? Да. Птица. Самое сладкое дерево лесов? Береза. Нет липа. Разноцветные грибы. Разноцветные грибы. Называются? Цветные. Нет. Мухомар? Как называются? Нет. Сыроежки. Как называются плоды сосны? Падали в лесу. Я иду на колбасу. Помидор лежит на укошке. Шишки. Шишки называются плоды. Ну что ж, друзья мои, вынужден вам сообщить, что сегодня наш первый этап игры завершен. Спасибо огромное. Ну а через несколько секунд мы узнаем, кто с нами будет играть в полуфинале. Это Жайдан, Тамерис либо Аль-Мансур. А сейчас узнаем, кто же у нас будет в полуфинале. У меня в руках три конверта, в них уже спрятаны вопросы, а сейчас подводим итоги. Итак, бронзу сегодня 11 июля, точнее сентября, я в июль перелетел, 11 сентября 2022 года у нас зарабатывает Зарабатывает. Жайда. Жайда. Мы вас поздравляем, ваш выигрыш составляет 4 тысячи тенге. Серебро. У нас выигрывает. Тихо. Не умеет человек интригу держать, понимаете? Вот так вот лампочки в торговом доме энергии покупать. Итак, на втором месте у нас, как вы думаете, Тамерис, кто? Я. Аль-Мансур. Она. Это действительно. Тамерис, вы, вы зарабатываете 8 тысяч тенге, вы умничка, как и Жайда, молодец. И на первом месте, Аль-Мансур, вы. Пока вы зарабатываете 9 тысяч тенге. Но 9 тысяч вы можете проиграть, если неверно ответите на вопрос. И тогда следующий конверт достанется Тамерис. Три конверта. Любой из них вы можете сейчас вытянуть из моих рук. Верно отвечаете, попадаете в финал. И через несколько недель мы встречаемся вновь с вами, где соберутся самые сильные участники телепроекта Энергия Удачи с сентября 2022 года. Я перемешиваю. Итак, вытягивайте только один. Отвернусь, даже не буду вам подсказывать. Какой хотите. Открывайте его, там спрятан вопрос. Имейте в виду, Аль-Мансур, правила такие. Если вы неверно отвечаете, то сумма, это 9 тысяч, которую вы заработали, может сгореть. Итак, вопрос суперигры. Целая дыня и полдыни весит 3 килограмма. Сколько весит целая дыня? У вас ровно одна минута подумать. Целая дыня и полдыни весит 3 килограмма. Сколько весит целая дыня? Итак, время пошло. Время пошло. У нас ровно одна минута. Целая дыня и полдыни весит 3 килограмма. Сколько весит целая дыня? Можно нам добавить чуть-чуть звука, чтобы мы слышали. Вот они, тикают наши часики. Аль-Мансур, все зависит от вас. Вы можете проиграть, а можете выиграть. Но вы все молодцы. Вы уже здесь в игре. Вы сегодня показали, как надо играть. Это круто. Аль-Мансур, сколько весит целая дыня? Целая дыня и полдыни весит 3 килограмма. Сколько весит целая дыня? 3 килограмма. 2 килограмма. Точно? Или 3, или 2? 3. Итак, Аль-Мансур, сколько 3 или 2 окончательно скажите? 2. Или 3? Это какая-то дилемма такая, да. Девчонки, вот сколько, как вы думаете? 3 или... Нет, давайте сначала он окончательный ответ скажет. 3 или 2. А мы потом с вами проведем диалог, да? Все равно все-таки будем поддерживать. Аль-Мансур, 3 или 2? 2. Сколько, как вы думаете? 2. А вы? 2. А вы? 2. Так, 3 или 2? 2. Так, какой ты хитрый. Что, выигрыш отдаем или нет? Да. Отдаем. Мы вас поздравляем. Спасибо, скажи, девчонкам, которые поддерживали. Тамирис и Жайду, которые... Вот Жайде и Тамирис. Спасибо. Спасибо, ой, какой ты воспитанный. Ты интеллектуал просто. Мы поздравляем, ты в финале, а еще зарабатываешь на 1 тысячу больше. 10 тысяч тенге. Соответственно, через несколько недель вновь придешь в эту студию и покажешь свои знания. Так, сколько весит в итоге, Дыня? 2. 2. Будем знать. Поздравляем, наш второй победитель сентябрьских игр. Это Аль-Мансур, ученик 7 класса. И благодарим вас, Тамирис, Жайда, за то, что сегодня вы пришли. Интересно было? Да. Честно скажите. Зато такой адреналин получили. Как в аквапарке с горки спускаешься, так и здесь. Спасибо вашим родителям, спасибо вашим педагогам. Спасибо вам. Спасибо. За несколько недель провели эфир, а мы встретимся уже с вами через 7 дней. В новом составе, соведущей проекта «Энергия и удачи». И, конечно же, с новыми участниками. А уже в конце сентября у нас будет финал, где мы встретимся с Аль-Мансуром, нашим сегодняшним победителем. А вам желаем хорошей недели. Всем ученикам идти в школу с отличным настроением и настроем. Получать только пятерки и приходить к нам в телепроект «Энергия и удачи». Спасибо торговому дому «Энергия». Не забывайте, если вам не до лампочки, не проезжайте мимо. Проспект Санкибе, Беттера, 72. Есть все. Магазинов много, а энергия одна. Лучшее качество и лучшая продукция. Торговый дом «Энергия». До встречи ровно через неделю, 18 сентября. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова